Всем привет! Вот и наступил 2020 год. Пока вся страна отходит от празднования, ютуберы продолжают подводить итоги ушедшего года и радовать своих подписчиков всевозможными топами. Топ лучших и худших фильмов, топ открытий, топ скатившихся блоггеров в 2019 году и так далее. Правда, практически все успели сделать это еще до нового года. Может быть, это было бы и правильнее, но все же. Я тоже решила не оставаться в стороне и составила свой топ, правда, уже из 2020 года. И как вы уже поняли по названию видео, связан он с мошенничеством. Мне кажется, что 2019 год был перенасыщен различными схемами развода. Мошенники чего только не придумывали, их смыкалке можно только позавидовать и не боюсь представить, чего нам стоит ожидать в год крысы. Всем хорошего нового года, встречаем! Безусловно, самым трендовым разводом в прошлом году были каперы, которые развели десятки, а то и сотни тысяч людей. Но они такие скучные и у них там все так одинаково, что даже не хочется тратить на это время. Поэтому хочу представить вам топ 5 самых примитивных и глупых разводов из 2019 года. Топ, от которого у каждого должна появиться мысль, чёрт побери, ну как на это вообще можно повестись? Данный топ это мое личное мнение, которое я сформировала, исходя из тех разводов, которые мне встречались в прошлом году. Если ваше мнение не совпадает с моим, или вы знаете еще более смешной и примитивный развод, то приглашаю вас в комментарии. На самом деле, мошенники сейчас орудуют практически во всех сферах. Люди любят легкие деньги, поэтому и прибегают к обману своих клиентов. Главная сфера инфобизнеса. Там, наткнувшись на афериста, люди потеряют только свои деньги. Так существует же еще и множество других направлений, в которых, помимо финансовых потерь, люди еще могут нанести существенный вред своему здоровью. К примеру, сфера пластической хирургии. В погоне за красивой внешностью люди очень часто делают себе только хуже, обращаясь к нечистым на руку специалистам. Об этом деликатно умалчивается в рекламе. И вот для того, чтобы себя обезопасить и знать наперед, какие схемы используют недобросовестные пластические хирурги, советую вам подписаться на канал профессионального пластического хирурга Захарова Антона. На своем канале он расскажет правду, о которой другие молчат. Ссылочку я оставлю в описании под роликом. Заходите к нему на страницу, подписывайтесь и в комментариях под последним видео передавайте привет от Ютубной. На пятое место нашего топа залетает на метле чародейка Бешеная Машка. Несмотря на то, что пика ее популярности пришелся на 14-15 годы, у нее все же осталось довольно много фанаток, которых она продолжает доить и по сей день. Ну а чужие? Все! Для тех, кто не в курсе, изначально она пропагандировала байгужанство. В 2019 году это уже стало именем нарицательным. Основателем данного движения является Денис Байгужин и заключается оно в том, что для того, чтобы прожить богатую и счастливую жизнь, девушке необходимо продавать свое тело. Но сами же байгужанки предпочитают это называть монетизацией женственности. Мне нужен жопный эгрегор. Вот, и начинаешь щипать. В среднем, если ты ущипнешь 100 миллионеров в день, за жопы 100 миллионеров, завтра ты станешь женой миллионера. Это тебе байгужанский лайфхак. Что? Однако Машка пошла еще дальше. Набрав аудиторию, состоящую в основном из байгужанок, она начала им рассказывать сказки про то, что у нее есть магические способности. Мол, она умеет создавать свечи, которые приносят удачу, богатых ухажеров, деньги и многое другое. Свечи, если что, не ректальные, а обычные восковые. А я пока на любой бешку проверяю. Я вам могу сказать, что я же на себе свечи проверяю. Мои бабочки вообще идеальны. Даже если у кого-то порча есть на отношении, все равно красные свечи пробивают эту всю историю. Самое интересное, что делает она их своими руками, используя якобы специальные травы. И под каждое желание у нее имеется определенный состав трав. Эти для девочек с низкой социальной ответственностью. Это свечи для поиска богатых клиентов, чтобы они приходили. Комичность всего этого заключается в том, что точно такие же свечи можно купить на Алиэкспрессе. Правда, в 10 раз дешевле. Но, несмотря на это, свечи Машки продолжают пользоваться хорошим спросом. И на самом деле это не удивительно. В России уже более 10 лет идет передача битвы экстрасенсов. Хотя, к примеру, в той же Англии аналог такого телешоу продержался не более двух лет. Верит наш народ во всякую магию. Что уж тут поделать. Четвертое место занимает Декстер и его волшебный чат. Что касается его контента, то это в основном постановочные видео для детей, которые направлены на то, чтобы пиарить в соцсети участников этого бреда. Ну и, разумеется, зарабатывать на рекламе. А сколько ты зарабатываешь? Слушай, ну честно, я просто к деньгам очень, как бы, легко отношусь. Я, как бы, не считаю прямо детально. Но в день где-то, ну, тысяч тридцать пятьдесят. В день тысяч тридцать пятьдесят. Ну, это в месяц миллион получается, это не так много. Если детям это нравится, то почему бы и нет. Правда, Декстер периодически пытается впарить своим юным подписчикам всевозможные разводы. В наш топ как раз и попал один из них. По легенде существует игра, в которой, если угадать три цифры, то можно выиграть 25 тысяч рублей. И якобы одна девушка нашла бак в этой игре, с помощью которого вероятность выигрыша составляет 100%. И решила просто так делиться им в своем чате. Собственно, этот чат рекламировал Декстер. Короче, нашли бот, в котором есть одна маленькая узненность. А что это вообще за бот-то? Слушай, ну, это вообще такая игра. И я, короче, научилась делать так, чтобы я постоянно выигрывала. На самом деле, это очень просто. И, по сути, разберется любой человек, даже, не знаю, школьный какой-нибудь. Вот, и я в телеграм-канале подробно рассказываю, как это сделать. Короче, надо, наверное, попробовать как-нибудь эти заработки. Мне всегда в школьнике говорят, про какие-то заработки. И я такой думаю, как они это делают? Как они на что-то там флопят? Ну, кстати, не все проверенные. Вот мой реально хороший. И это не ставки, ребята, которые заезжены, и никто у них уже не выигрывает. Это новости. В прошлый век, да. То есть она помогает детишкам заработать месячную зарплату в некоторых регионах, просто нажав на три циферки в каком-то телеграм-боте. И якобы это все бесплатно. Просто ей надо дать небольшой процентик с выигрышем. Я нашла баг в боте, который по строгому алгоритму выдает каждому игравшему 24 840 рублей. Гарантированно и без рисков. Пиши мне прямо сейчас, и я дам тебе инструкцию, как это сделать. Но взамен ты мне платишь 20% за помощь. Но есть одно но. Для того, чтобы начать играть, необходимо пополнить баланс на 920 рублей. А чтобы забрать выигрыш, нужно оплатить еще несколько дополнительных платежей. Я думаю, никому не надо объяснять, что это развод чистейшей воды. Благо видео, где Декстер рекламировал эту ерунду удалили, как только данный телеграм-чат был помечен отметкой скам. На момент удаления оно набрало более 2 миллионов просмотров, но дизлайков практически не было. И остается загадкой, сколько доверчивых зрителей Декстера лишились школьных обедов. Желаю разбогатеть всего за пару минут. Третье место нашего топа я решила отдать лучшему рантье 2019 по мнению Forbes Вероне. Среднее количество денег в месяц, которые ты зарабатываешь? 15-20 миллионов рублей. В месяц? Да. Я хочу убить себя. Но это не от Инстаграма совершенно. У меня большое количество недвижимости просто и все, могу сказать. Девушка, которая только недавно окончила школу, уверяет, что зарабатывает 15-20 миллионов ежемесячно на значение недвижимости в аренду. Она скупила очень много объектов, которые теперь успешно монетизирует. Казалось бы, ну классно, девушка молодец. Не каждый в ее возрасте сможет добиться таких результатов. Но ей этого показалось мало. Она создала телеграм-чат, в котором просто предлагает своим зрителям прислать ей энную сумму денег. И через несколько часов она обещает вернуть в 10 раз больше. Такой примитивный развод, конечно, но зрители верят в эту чепуху и отправляют ей свои деньги. Разумеется, назад они уже ничего не получают. И самое интересное, что фанатки защищают ее. Они мне писали, мол, хватит завидовать ее успеху. Каждый зарабатывает как может. В принципе, неудивительно, что Верона придумала такую примитивную схему развода. Так как, судя по всему, аудитория у нее не блещет умом. Поэтому она и не стала заморачиваться, скушивать то, что дадут. На вторую строчку нашего топа заползли, пожалуй, самые грандиозные опросы 2019 года. Этот вид Лохотрона интенсивно пиарили звезды интеллектуального клуба под названием Дом 2. И очень много различных инстаграм-блогеров. Если ты не лентяй и не хочешь работать на дядю, тогда переходи по ссылке и зарабатывай на жизнь, на отдых. Люди велись на этот развод, так как их любимые блогеры в один голос твердили, что они вот только что прошли опрос и им сразу на карту пришел выигрыш. То есть откровенно обманывая своих подписчиков. Я не шучу. Прямо сейчас я прошла снова тот самый опрос и моментально вывела деньги себе на карту. Мне пришло 76 тысяч рублей. Срочно свайпайте вверх, я лично все проверила. Приходите и участвуйте. Суть данной схемы максимально проста. Пройдя опрос из 10 вопросов, счастливчик якобы выигрывал 75 тысяч рублей. Только чтобы их вывести, необходимо сделать еще несколько платежей. Заплатить за какой-то налог, переведя деньги на карту левому человеку, потом оплатить комиссии, ну и так далее. Предлогов у них достаточно. Довели людей до тех пор, пока у них либо не закончатся деньги, либо пока они не начинали понимать, что их просто разводят. Я не понимаю, как на такое вообще можно было вестись, но очень много людей реально верили, что за какой-то двухминутный опрос им отправят 70 тысяч. Мне вот интересно, они хотя бы после этого перестанут верить в подобные чудеса и начнут включать критическое мышление, поскольку без него сейчас никуда, обман просто повсюду. Ну и почетное первое место занял Штором или Артем Маслов, что только не вытворял этот миллионер в ушедшем году. Пел песни, танцевал на машине, убегал от фанатов, купил куртку из питона на три размера больше за полмиллиона рублей. И все это только для создания иллюзии успеха. Но ничего из этого не побуждало его аудиторию хотя бы на секундочку задуматься и присмотреться, а действительно ли он миллионер. Да элементарно, хватило бы одного запроса в поисковике, чтобы понять, что он обычный мошенник. Развод, с помощью которого Штора продолжает жить в Эмиратах, максимально прост. Он уверяет, что у него крупнейшая в галактике сеть телеграм-каналов. И мол, если заплатить ему 200 тысяч, можно стать его партнером и всю жизнь получать пассивный доход, которого будет хватать на удовлетворение всех потребностей. Можно будет даже с работы уволиться. Средняя окупаемость вложений от 2,5-3,5 недели. Разумеется, нет у него никаких телеграм-каналов. Я думаю, только совсем недалекий человек может на такое повестись. Но, как показывает практика, ведутся еще как, раз он продолжает разгуливать по Эмиратам. Вот такой вот топ у меня получился. Жажде халявы просто нет предела. Все видео про героев сегодняшнего выпуска можете найти у меня на канале, если кто-то еще не смотрел. Будем наблюдать за тем, какие новые схемы развода принесет нам 2020 год. Но что-то мне подсказывает, что в этом плане он будет поинтереснее ушедшего. Что ж, а на этом все. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, оставить свои комментарии и, конечно же, ударить в новогодний колокол. Говорят, не исполняет желание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok